Всем привет! На моём канале уже больше двух недель не выходили видео, я за это извиняюсь, просто у меня на этой неделе были итоговые контрольные и диктанты, а также вечером в среду я заболела и два дня я не ходила в школу, но сегодня воскресенье и я уже почти поправилась, я хорошо себя очень даже чувствую и могу снимать видео. А также у меня чудесная просто новость, у нас наступили каникулы, ну не только у нас, у всех, целую неделю каникул и я буду стараться каждый день снимать видео с басиками, а также после этой недели отдыха из-за коронавируса у нас будет две недели домашнего обучения и не только в нашей школе, а также и у других школ, вот в нашем районе у других школ будет то же самое. Вот и на этих двух неделях будут видео наверное пореже выходить, так как я с утра до обеда буду по компьютеру учиться, но я даже наверное засниму как я это делаю, басик будет со мной это делать и в общем я постараюсь это тоже заснять. Но сегодня я снимаю обзорную развивайку для моих басиков, у меня два басика, всего их три и это именно для двух, так как я с ними чаще всего играю, для Гоши, на него была распаковка на моем канале, если не смотрели обязательно посмотрите. Ему четыре годика и также у меня есть басик 30 сантиметров, ему 6 лет и уже скоро исполнится 7 лет и поэтому это развивайка для котиков 4-7 лет, для них обоих. Вот так она выглядит спереди и тут такие яркие буквы развивайка для котиков, котов 4-7 лет. Вот тут такой корешок книжки, сзади он тоже есть и никакого рисунка сзади нету. Приступим, посмотрим первое задание. Здесь у нас реши примеры, это примеры для басика, они тут посложнее на умножение и деление. А здесь после черты тоже реши примеры и это задание для Гоши, напоминаю ему 4 года, поэтому ему примеры намного легче, там 5 плюс 1, 3 плюс 3. Вот, вот такое вот, они будут их тут решать по очереди. Дальше задание придумай имя пчелки, задание наверху это задание для басика, внизу для Гоши, я думаю вы это уже поняли. Вот, для басика задание придумай имя пчелки, а Гоша будет придумывать имя жучку, вот жук, пчелка и вот здесь на линиях они будут писать имена. Дальше прочитай, басик будет читать вот такой текст, можете поставить на паузу и прочитать. А Гоша будет читать вот такие вот слова. По слогам. Дальше у меня задание приготовь свою пиццу, вот сама пицца, вот и она без всяких ингредиентов, а здесь уже лежат всякие овощи для пиццы, сейчас я их достану и покажу что получается. Все, я достала овощи, здесь у меня есть вот такие листики салата, помидорки и также это сухарики. Вот, вот такая пицца получается и это все вот так можно убрать с нее и положить вот сюда. Это задание общее и для Гоши и для басика, сейчас я все уберу и продолжим обзор. Все, я все сложила, продолжаем. Дальше у меня идет задание сосчитай насекомых в траве, именно в траве, эта бабочка не считается. И идею для этой странички я брала с канала Аленка и Басики, вот, и здесь у меня такая вот травка, солнышко тоже как бы объемное, но там ничего нет. Вот, и в травке нужно искать насекомых и вот сюда написать сколько всего басика их насчитает. Это тоже общее задание для басика и Гоши. Здесь вот божья коровка вот такая есть, потом дальше здесь вот такой какой-то жук был. Да, некоторые жуки тут нарисованы из придумки, они не существуют, возможно, я даже не знаю. Вот, я пыталась еще нарисовать вот такого муравея. В общем, всего тут 4 насекомых. Следующее задание пропиши. Басик будет прописывать буковки, он уже почти изучил весь алфавит, но он их как бы знает, но еще все-таки учится их писать. Вот у него Ю, Я, мягкий знак и твердый знак. Вот тут на линиях он будет прописывать эти буковки, а Гоша будет делать вот такое задание. Он будет прописывать вот такую палочку, вот такую волнистую, просто палку, закономерность, палка, точка, палка, точка и крючочки. Вот, дальше прочитай, ой, почисть амняму зубы. Да, амням, конечно, не суперский получился. Вот он тут типа в ванной сидит на таком столике, и у него вот так вот открывается рот. Вот, и это тоже общее задание, здесь такой шкафчик, он открывается вот за вот эти ручки. И здесь лежит такая вот что-то типа щетки и вот такая зубная паста. В общем, мы берем вот так, как будто положили зубную пасту, открываем амняму рот и чистим вот так вот щеткой ему зубы. По-моему, эту идею я тоже брала с канала Аленка и Басики, только там у нее был бегемот. Но у меня его не получилось нарисовать, поэтому у меня вот такой не очень красивый получился амням. Убираем туда пасту. Щетку. Закрываем. И дальше у меня еще заданий нет. Дальше я, когда сделаю, буду снимать все во второй части этого видео. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok